Микр Бабарико, математик, и он очень успешный кризис-менеджер и, в принципе, очень успешный менеджер. Он построил один из самых успешных банков в Беларуси. И он в том числе известен тем, что он умеет просчитывать ходы и разные варианты развития событий. Это видео, которое мы вчера видели, оно было записано 14 июня, а задержан он был 18 июня. То есть, надо понимать, у него не было иллюзии относительно действий власти. И один из вариантов в том, что его могут задержать, он тоже был просчитан. Оно было написано на момент после выборов, в случае, если его не регистрируют, либо на выборах мы не одерживаем явную победу. Здесь нужно уточнить, что, конечно же, наше объединение со Светланой и с Вероникой привело к тому, что большинство белорусов проголосовало за Светлану. И Светлана действительно человек, которого выбрали белорусы. К сожалению, сейчас выборы фальсифицированы. Их не признают легитимными и в Европе, и в Беларуси. Поэтому ситуация такая, какая она есть. Но мы прекрасно понимаем, что есть запрос от общества на политическую силу. И мы таким образом решили, что сейчас подходящий момент для того, чтобы с этой инициативой выступить. То есть задумка о партии до выборов сейчас пригодилась вам для... Кстати, для чего? Я сейчас объясню, почему этот вопрос у меня появился. Создается впечатление, что многие силы, которые вовлечены в процесс принятия решения, что будет дальше с властью в Беларуси, хотят, чтобы была какая-то легитимная сила для транзита. И вот как будто эта партия может стать таким способом транзита. Можно сказать, что транзит уже начался, и что переход власти от Лукашенко, в том числе и благодаря этой партии, может состояться? Вот тут он как-то уже обрисован или нет? Ну, я бы чуть-чуть уточнила. Если мы говорим о самом механизме транзита власти, то, конечно же, Координационный совет, создание которого инициировала Светлана, он как раз отвечает вот этим возможным пунктам. С политической партией ситуация чуть-чуть другая. В Беларуси практически 26 лет отсутствует политика как таковая. И сейчас мы услышали этот запрос от общества, и большой интерес именно активно гражданам Беларуси участвовать в политической жизни. И поэтому, естественно, вот мы создаем партию, наверняка наши коллеги будут создавать партию, возможно, кто-то еще возьмет с нас пример и тоже будет создавать партию. И таким образом мы сможем начать вот эту политическую здоровую жизнь в Беларуси. Пока с этим очень сложно, но три месяца назад было сложно со всем остальным, но мы смогли пройти этот путь и формировать гражданское общество. Поэтому у нас нет иллюзии, что будет тяжело, но опять-таки у нас есть надежда и есть много оптимизма, что мы будем продолжать это делать. Москва много раз говорила, что им надо с кем-то говорить. Запад много раз говорил, им надо с кем-то говорить. Вы это тот человек, с которым вот именно вы лично, Мария, сейчас. И, возможно, партия вместе или не только партия вместе? Или координационный совет? Кто, с кем сейчас им говорить? Сейчас можно сказать, что надо говорить с Марией Колесниковой? Я отвечу чуть-чуть по-другому. Если я буду видеть, что есть хотя бы один шанс, один процент того, чтобы вот эти три требования, которые выдвигает сейчас все белорусское общество, это прекращение репрессий, начало расследования преступлений, которые были совершены в Беларуси во время мирных акций, это свободы всем политическим заключенным и всем заключенным в Беларуси. И третье, это новые честные выборы. Если я буду видеть, что есть хотя бы один процент того, что эта встреча может помочь развитию событий и выполнению этих требований, конечно же, я буду готова вести переговоры. То есть я правильно понимаю, что если вас вынесет сейчас политическая реальность, поставить перед необходимостью стать лидером или назвать себя лидером, вы готовы это сделать? Я готова это сделать. Теперь важный вопрос. Мне показалось, что ваши соратники и соратницы, ну, сейчас пока обескуражены теми заявлениями, которые за последние сутки произошли, и переживают из-за того, что роли могут перераспределиться сейчас уже после выборов иначе. Ну вот я просто смотрю сейчас заявление Светланы Тихановской о том, что партия несвоевременная, это размывает цели протеста. Возможно, появятся и другие, и ощущение создается, что, ну, вот есть некое опасение у них есть какие-то или нет? Ну, вы знаете, я прекрасно могу понять, почему есть такие опасения. Надо понимать, что у нас нет культуры, ведения и политической жизни, и какого-то общения друг с другом. На самом деле, то, что мы показываем своим примером, что мы работаем на консолидацию. Естественно, мы будем пояснять наш шаг, почему мы сделали именно так, а не иначе. Мы будем разъяснять свою позицию. И мы как раз призываем всех, все активные силы, которые есть, либо присоединяться к нам, либо таким же образом создавать свои движения и партии. Это очень важно. Очень важно, чтобы люди чувствовали на себе ответственность за принятие решений, могли каким-то образом политически в этом тоже участвовать. То есть цель, на самом деле, вот это. Опять-таки, да, формирование гражданского общества, предъявление политических требований через партии, через какие-то другие инструменты. То есть здесь понятно, что сейчас просто такой момент идет, когда требуется время для принятия, для пояснения каких-то проблем. Но, конечно же, мы будем это продолжать делать и с нашими коллегами и партнерами общаться на эту тему. Давайте два вопроса. Место Светланы Тихановской сейчас в вашей жизни какое? Ну, смотрите, Светлана Тихановская, это человек, за которого проголосовала большинство белорусского народа. Она в какой-то момент совершила очень важный шаг, несмотря на страх, она его переборола. И она смогла поверить нам, и мы смогли объединиться. И только благодаря лишь этому факту, то есть ее личному мужеству, смогли пройти выборы, и большинство людей за нее проголосовало. И также большинство людей увидело весь цинизм власти и не способных власти принять свое поражение. Конечно же, это абсолютно геройские поступки, и она очень большая молодец. И вот я очень ей лично благодарна за ее мужество. Сейчас мы входим в новую фазу, и здесь очень важно понимать, что, опять-таки, только вместе поддерживая друг друга, мы можем дальше, даже если у нас разные взгляды, мы должны дальше работать именно на будущее в Беларуси. То есть я вот здесь скорее... Правильно было бы сказать, что с точки зрения Марии Колесниковой, поскольку вы сейчас остались в Беларуси, так получилось, что две ваши коллеги остались за пределами страны, было бы правильно вот сейчас переформатироваться и собраться вокруг вас или нет? По вашему мнению? Нет, вы знаете, я так не считаю. Я считаю, что... Вот у музыкантов есть такая поговорка, что зачем волноваться, сцена большая, места хватит всем. Вот я думаю, что это, наверное, лучший комментарий, который я могу сказать, потому что мы все очень разные. И вообще очень прекрасно, что мы сейчас учимся друг с другом разговаривать и решать какие-то важные проблемы вместе. Нам надо показывать пример друг другу и пример вообще всему белорусскому обществу, потому что надо понимать, 26 лет этим никто не занимался, и мы должны учиться общаться друг с другом.